Это травматологическое отделение клинической рудничной больницы. Оно находится в Макеевке. 27 апреля в районе 8 часов вечера здесь произошло ЧП городского масштаба. Это случилось в палате с роковым номером 13. Там лежали 4 женщины, трое пожилого возраста и одна совсем юная. Ей было всего 23 года. Больные говорят, посетителей уже не ждали. Однако в 8 часов вечера к ним без стука ворвался парень. Быстрым шагом он подошел к кровати молодой девушки, вспоминают пациенты. То, что произошло дальше, шокировало людей. Врывается и бегом прямо до той кровати. Прямо бегом, широким шагом. И сразу встал посреди кровати, в центре. Сразу начал ножом ее бить. И так высоко нож поднимает себе над головой и со всей силы ударяет ее. Потом еще раз вынимает, кровь капает с ножа. И опять бьет, и опять бьет. Очевидцы рассказывают, и они и медсестры пытались спасти девушке жизнь. Использовали все, что попалось под руки. А тут пробежала санитарочка. А там стояла табуреточка. Она-то табуреткой его по голове как ударила. А потом еще взяла по спине его. Он сначала еще ничего. Еще опять же ее там стукал ножом. А потом по спине ее немножко отключили. Мы его опять за ноги. И я его сюда до полу этого дотащила. А он говорит, ты что мне держишь? Уже очухался. Ты что мне держишь за ноги? Я говорю, лежи, идиотина такая. И, короче говоря, я его с полоты выкинула. К этому времени приехали работники милиции. Они тут же задержали преступника. А вот жизнь девушки медикам сохранить не удалось. Один из четырех ударов ножом пришелся прямо в сердце. Правоохранители рассказывают. После беседы с парнем выяснили причины столь жестокого поступка. Парень пояснил, что жена его находилась на лечении. В последнее время у них сложились неприязненные отношения в семье. Жена ему изменяла. И на почве ревности он совершил это убийство. Также правоохранители выяснили преступнику всего 26 лет. В содеянном парень раскаялся. Однако от наказания его это не спасет, говорят в милиции. Ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Злата Байрачная, Руслан Новиков, Панорама.